Памятный стих Наша главная мысль Мы становимся друзьями Бога, когда ежедневно проводим с Ним время Есть ли у тебя лучший друг? Сколько времени вы проводите вместе? Как часто вы навещаете друг друга? Наша история сегодня о человеке, который был одним из лучших друзей Бога Енох был пра-пра-пра-правнуком Адама и Евы Как и многие дети, он любил слушать истории о своей семье Адам и Ева поведали ему о прекрасном саде, в котором они когда-то жили Они рассказали ему, как согрешили, и о чудесном Божьем плане Енох внимательно слушал, когда они говорили об Иисусе, который умрет за их грехи Из их рассказов Енох научился любить Бога Когда Еноху было 65 лет, родился его первенец Он назвал его Мафусалом Когда Енох сам стал отцом, он еще сильнее полюбил Бога Теперь он понимал, как трудно было Богу Отцу даже думать о том, чтобы позволить Иисусу умереть за наши грехи Каждый день Енох все больше и больше думал о Боге Он проводил много времени, общаясь с Ним в молитве И он часто уходил, чтобы побыть наедине с Богом Бог рассказал Еноху о предстоящем потопе Он рассказал ему о рождении Иисуса, его жизни и смерти на кресте Они говорили о воскресении Иисуса, его втором пришествии и о том, что произойдет между этими событиями Но Енох также общался и с людьми Добрые люди любили его, а плохие нет Потому что он говорил, чтобы они не грешили Некоторые люди, слушая Еноха, переставали грешить Других же не волновали слова Еноха, и они продолжали еще больше ожесточаться Хотя Енох ходил и проповедовал, он постоянно разговаривал с Богом и поклонялся Ему Чем больше времени он проводил с Богом, тем больше он отражал Божью любовь и радость Енох очень сильно любил Бога, и поэтому он действительно желал жить с Богом на небесах И однажды Бог забрал Еноха к себе на небо Позже и хорошие, и плохие люди стали везде искать Еноха, но не могли найти его Они повсюду разыскивали его, зная, где он обычно ходил Но его нигде не было Он уже больше никогда не возвращался на землю Люди скучали по Еноху, когда он ушел Но когда они наконец поняли, что он находится рядом с Богом, их вера укрепилась Добрые люди осознали две вещи Первое, что они тоже могут поклоняться Богу в этом злом мире И второе, люди, поклоняющиеся и повинующиеся Богу, будут жить с Ним на небе Плохие люди тоже извлекли для себя урок из этой истории Первое, они должны поклоняться и повиноваться Богу И второе, если они не изменятся, то в конце жизни их ожидает печаль и смерть А к какой группе хотел бы принадлежать ты? Редактор субтитров А.Семкин